Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем нашу борщевую серию и снимаем ролик о приготовлении весеннего зеленого борща. Зеленый борщ мы будем готовить сегодня из щавеля и крапивы. Обыкновенная жгучая крапива и обыкновенный щавель. Особенно хороший этот борщ сразу же после зимы, когда только-только крапива выпускает свои зеленые сочные побеги, она тогда особенно мягкая. И после зимнего авитаминоза этот борщ особенно хорош. Крапива обладает лечебно-витаминными свойствами, щавель дает кислинку и, ну, в общем, готовим. Конечно же, можно приготовить из самого щавеля и, конечно же, можно приготовить из самой крапивы. Но поскольку у меня есть и щавель и крапива, вот сегодня я готовлю именно такой борщ. Супермангал у нас собран в виде садовой печи. Из чего будет состоять наш нынешний борщ? Ну, конечно же, классический набор. Картофель, морковка, лук, буряк, понятное дело, щавель, крапива, зелень, перец острый мороженый, у меня заготовленный пастернак мороженый, мясо, сало для зажарки, конечно же, томат и, конечно же, вареные яйца. Сейчас вот уже стоит кастрюля на супермангале, там набрано чуть меньше половины кастрюли воды, вода подогревается, процесс пошел. Ребята, большинство операций по приготовлению борща, они повторяются. Какая бы разновидность борща не была, операции повторяются. И за каждым разом я не имею возможности рассказать все по-новой, это было бы скучно. Если вдруг кому-либо что-либо будет непонятно, просьба обращаться к моим предыдущим роликам по приготовлению борща. В каком-то из роликов каждая операция очень подробно описывается. Лук у нас начал подрумяниваться и закладываем буряк. А тем временем у нас закипела вода. Закипела вода, закладываем мясо. Мясо уже нарезанное порционными кусочками. Бурячок у меня уже обжарился. И теперь я закладываю морковь с кастернаком. В предыдущем видео «Самый вкусный борщ» я подробно рассказываю, как готовится пассировка и зачем она нужна. У меня кастрюля большая, поэтому зажарки я готовлю много. Мясо у меня уже сварено до полуготовности. Пенку я уже один раз снимал. И теперь закладываю картофель. Я изначально исходил из того, что борщ это не напиток. Поэтому он должен быть густым. Практика показала, что этот перец, который у меня с прошлого года в морозилке, он не такой уж острый, как мне бы хотелось. Поэтому я два стручка вот так вот. И сразу бросаю туда пассировку. Морковка уже прожарилась. И будем заливать поматный сок. Все продукты у нас здесь проходят процесс дружбы, женитьбы, сочетания. И здесь рождается вкус борща. Вот, готово. И, пожалуй, сейчас мясо с картошечкой. Я брошу старое сало. Обычно я в конце уже приготовления борща его разминаю, солью и как усилитель вкуса. А сейчас я вот попробую его бросить одним куском. И пускай себе кипит до полного приготовления борща. Этот кусок сала старого, его не обязательно потом съедать. Его потом можно выбросить. Его роль дать вот это усиление вкуса, вот подчеркнуть, дать пикантность вкусу борща. Зеленый борщ, на то он и зеленый, чтобы в нем было побольше зелени. Вот я нарезал свежайший, только с грядки укропчик. Только-только с грядки лучок. И вот, смотрите, свежайшая нежная петрушечка. Но заложу в кастрюлю уже перед самым-перед самым снятием с огня, чтобы эта зелень не перекипела. И сохранились витамины, и вот такой вот праздничный внешний вид. Нарезаем яйца кубиками. Удобно вот такой вот сеточкой. Картошечка у нас вот такая вот рассыпчатая уже. Уже наполовину разваренная. Вот. Именно такая, как нам нужно. Значит, у нас эта часть уже готовая. Значит, пора заливать пассеровку. Вот такое у нас чудо. Своими руками. И, пожалуй, теперь зелень. Щавель и крапиву. В кулинарии я максималист. Поэтому я стараюсь всего вложить много, чтобы оно было питательное, чтобы оно было густым. Не такая, какая-то цветная водичка. Вот. И пускай минут пять покипит. Потом будем бросать яйца. О яйцах, вот что я скажу, сколько бросать яиц. Ну, примерно на литр борща от одного до двух яиц. Вы сами посмотрите вот по густоте борща. Если борщ жидкий, значит, за счет яиц вы должны нагнать густоту и питательность. Если борщ густой, значит, яиц меньше. Щавель и крапива у нас уже прокипели. И теперь мы уже начинаем доводить по вкусу. Добавляем перец черный молотый. Ну, где-то чайную ложечку, я думаю, хватит. Обязательно. Ну, на этот объем, где-то, учитывая кислоту щавеля, где-то полторы ложки сахара. Пускай это вас не шокирует, сахар нужен обязательно. Потому как кислоту подчеркивает сахар. И все вкусы проявляются особо. То есть, это новая вкусовая ступенька, когда с сахаром. Ну, и, пожалуй, будем засыпать яйцо. Вот так. Вот, видите, борщ получился не слишком густой и не слишком жидкий. Как раз наваристый. И теперь соль. Для начала вот так вот. И заключительный аккорд. Добавляем вот ту зелень, петрушку, лук и укропчик и лавровый лист. Высыпаем. Размешиваем. И будем отставлять. Борщ готов. Сейчас вот минут 10 он постоит. И будет снятие трубы. Размешиваем. Лук и ежедневный аккорд. Борщ готов. Т 좋다. И угроз. И у inquis ался его. Продолжение следует...